Начинаем, то есть мы продолжаем, продолжаем из того места, где мы остановились, мы говорили, читали введение Рамбана в путеводитель, и зафиксировали вот такую определенную проблему, некий парадокс в его словах, он говорит о том, что на самом деле есть истины, которые изложить дискурсивно невозможно. И я прочитаю даже абзац, который мы не читали, знает, что если кто-либо из совершенных желает изложить устно или письменно нечто из тайн, выполненное им в соответствии со ступенью его совершенства, то он не сможет даже то, что постигнуто им самим, разъяснить вполне отчетливо и упорядочно, так как это принято в иных разделах знаний, изучение которых широко распространено. Что он имеет в виду под тайны? Не тайны, как мы видели выше, это часть физики и метафизика, а другие предметы – это математические науки и так далее. То есть, есть целый ряд наук, где все отчетливо и порядочно можно изложить. Математические науки, как их называли, подготовительные науки. А вот часть физики и метафизику нет, и даже если ты что-то понял на каком-то уровне, ты все равно не сможешь изложить это отчетливо и упорядочно. Ибо при обучении другого случится то же, что происходило, когда он сам изучал изучаемый предмет, будет то появляться, мерцая, то снова исчезать. То есть, сама природа этого предмета, она такова, что он то появляется, то исчезает. То есть, не удерживается в дискурсивной форме. Будто сама природа этого предмета такова, велик он или мал. И поэтому, когда любой мудрец, познающий божество, Господа и обретший истину намеревается преподать нечто, относящееся к этой отрасли знаний, он говорит об этом не иначе, как прибегая к аллегориям и загадкам. В чем здесь, как бы, некий парадокс? Что, с одной стороны, я все равно не смогу изложить. Ну, так излагай, как можешь, и все. Зачем же прибегать к аллегориям и загадкам? То есть, аллегории и загадки, как говорил нам Майманит, они нужны для того, чтобы вот эти тайны не раскрывать. Потому что напомню, что у нас этот самый эзотеризм, да, он имеет в каком-то смысле три точки приложения. Одна – оградить от невежд подателя информации, защитить от ненужной информации получателя, и вот сама природа того знания, которое передается. Ну, и если я разговариваю с теми, от кого пытаюсь скрыть какие-то вещи, то понятно, что я прибегаю к аллегориям и загадкам. Это два вида эзотеризма, которые связаны с подателем информации и с получателем информации. А если речь идет о самой природе знания, то, как он здесь говорит, природа знания сама такова, что ты ничего не можешь сделать. Поэтому непонятно, зачем нужно прибегать к аллегориям и загадкам. Говори, и все равно будет выглядеть как аллегория или загадка. Но, тем не менее, да, то есть этот парадокс здесь присутствует, и его решение, оно как раз лежит в области вот распределения этих точек приложения аллегорического письма. Либо я защищаю подателя, охраняю получателя, либо я говорю о таких предметах, сказать о которых прямо невозможно. И мудрецы создали множество таких аллегорий. Сделав их различными по виду и даже по роду. И большинство из них построено так, что исконный смысл заключен либо в начале аллегории, либо в середине, либо в конце. Это мы уже не читали. То есть мы остановились как раз, насколько я помню здесь, что мудрецы создали множество таких аллегорий. Получается, да, что вот эти самые аллегории, машаль, перевод аллегории, он не совсем, конечно, точный, слово машаль. Ну и само понятие аллегории, да, оно тоже как бы можно отдельно по нему говорить, что это такое расширенная метафора или что это такое аллегория. Но за неимением лучшего Миша решил перевести как аллегория. То есть это определенный нарратив, в котором некоторые части этого нарратива означают не то, что они означают на первый взгляд. И важно то, что они сцеплены между собой какими-то связями. В отличие от метафоры, если я имею дело просто с определенным словом, которое может значить что-то другое, аллегория – это часть нарратива, да, который отсылает меня целиком к чему-то другому. Ну а Трамбер говорит здесь, что аллегории построены так, что вот этот самый смысл дополнительный, он заключен либо в начале, либо в середине, либо в конце. То есть получается, что не весь нарратив является таким, который я должен перевести, в каком смысле истолковать, в котором скрывается дополнительный смысл, а только часть. Иногда им приходилось расчленять понятия, которые они намеревались преподать тому, кого обучали, прибегая к несколько не схожими между собой аллегориям. Хотя само понятие едино. То есть иногда нужно было несколько разных аллегорических высказываний, которые на самом деле объясняют одно и то же понятие, но с разных сторон в каком-то смысле. То есть мы тоже прибегаем к каким-то образом, метафорам или аллегориям для того, чтобы сравнить то, что мы объясняем с теми понятиями, которые слушателю известны, если мы объясняем что-то, что на самом деле достаточно сложно. Но еще сложнее случаи, когда одна и та же аллегория подразумевает несколько различных понятий. Так что начало аллегории соответствует одному из них, а конец соответствует другому. Иногда даже одна целиком является аллегория двух близких понятий, относящихся к этому виду знаний. Видите, он нам приводит типологизацию таких сложных нарративных фрагментов. Может быть, этот нарративный фрагмент такой, что у него начало, середина или конец скрывает дополнительный смысл. Может быть, у нас есть аллегории, которые устремлены к одному и тому же понятию, но с разных сторон. Или же одна и та же аллегория, на самом деле, как бы многоступенчато и подразумевает несколько понятий. А может быть, и такая, которая состоит из двух нарративов, которые, на самом деле, нужно еще разделить. Если это аллегория, то она представляет из себя некий единый комплекс. Но в этом едином комплексе я должен обнаружить две составляющие. И окажется, что первая часть говорит об одном, а вторая часть говорит, на самом деле, о другом. Такая тоже сложная штука. То есть вот эти аллегории или загадки «машалим в ахидот» на иврите и соответствующий арабский термин – это как раз то, что с точки зрения неймонида характерно для писания и характерно для языка, вообще говоря, любого мудреца, который пытается объяснить вещи, связанные с тем, что относится к тайнам Торы, то есть к отдельным разделам физики и метафизики. При этом мы с вами помним хорошо, что он в Мишне Торио совершенно спокойно изложил нам и первопричину, и сферы, и так далее. То есть он нарисовал какую-то картину. Но он, правда, предупреждал, что эта картина является первоначальной, плоской. Для того, чтобы ее до конца понять, необходим процесс обучения. Но для того, чтобы оттолкнуться, ее вполне достаточно. Ну, хорошо. Значит, даже у того, кто пытается учить, не используя аллегории и загадок, в речах возникает такая усложненность и отрывочность, что она равнозначна аллегоричности и загадочности. Словно ученые и мудрецы движимы к тому божественной воле, так же, как они движимы своими природными состояниями. Ну, это мы возвращаемся к тому же парадоксу, да, то есть можно и не придумывать никаких аллегорий, все равно у тебя получится отрывочно усложненная речь, которая в каком-то смысле равна аллегоричности и загадочности, и с этим как бы ничего не поделаешь. Ну, давайте прочитаем то, что пишет Миша. Вот он говорит в 58-м примечании, как типичный представитель подобного рода стиля рассматривается обычно Аристотель. К примеру, в доктате об общности взгляда двух философов, божественного Платона и Аристотеля, Альфа-Араби пишет, что Платон, дабы защитить знания от недостойных, видите, то есть забота о комоподателе информации, прибегал к символам и загадкам. А у Аристотеля ту же роль выполняла усложненность и краткость изложения. То есть Аристотель не пользовался ни аллегориями, ни загадками, в отличие от Платона, а у Аристотеля, так сказать, и роль этого занавеса, который по неволе возникает, когда речь заходит о каких-то сложных предметах, относящихся к тайну мироздания, есть вот эта усложненность и отрывочность. Вот Альфа-Араби пишет, Платон использовал аллегории, а Аристотель писал слишком кратко, усложненно и так далее. Ну и 59-е тоже примечание, давайте прочитаем. Маймонит подавляет здесь факторы с неизбежностью, поождающие ту или иную форму сокрытия и попытки раскрыть метафизические истины природным фактором, определяющим реакцию тела на внешние условия или внутреннее состояние. Разумеется, существует кардинальное различие между необходимостью, связанной с высочайшим уровнем постижения Бога, и слепой природной необходимостью, действующей в материальном мире. То есть, что Миша нам здесь хочет сказать? Видите, он действительно обращает внимание на что? Словно ученые и мудрецы движимы к тому божественной воле, так же, как они движимы своими природными состояниями. В чем здесь природные состояния? То есть, природные состояния – это реакция тела на внешние условия или на внутренние состояния. Вот тело как-то реагирует. И маймонид, как говорит нам Миша Шнайдер, он уподобляет здесь вот такого рода реакцию тела, которая откликается на природное состояние тем или иным образом, с процессом познания или, точнее, с процессом изложения знания. И вот процесс изложения знания, он в каком-то смысле похож на то, как тело реагирует. То есть, в этом смысле тот, кто излагает это знание, если речь идет именно о тех разделах знания, которые имеют особое, так сказать, мерцающее свойство, то тот, кто излагает это, он по неволе так же, как и человек, который не властен над реакцией своего тела, он так же не властен над реакцией своей речи, как бы, которая усложняет или делает его речь отрывочной, непонятной и так далее. Это не в его власти, не в его власти снять подобного рода вещь. Ну хорошо, дальше. Не обратил ли ты внимание на следующее? Бог да превознесется его имя, пожелал привести нас к совершенству и улучшить состояние наших сообществ посредством законов, относящихся к действиям. Это стало возможно только после того, как мы обрели некоторые интеллектуальные убеждения. Верование, видите, пишет Миша в примечании. Это, собственно говоря, то самое понятие верования и мнения, которое использует Саадия Гаон в названии своей книги. Это можно было бы перевести как «верование», чтобы сохранить, так сказать, аллюзию на Саадию. Так вот, для того, чтобы мы могли прийти к совершенству и улучшению состояния общества, необходимы какие-то верования, какие-то убеждения. И в первую очередь постигли его до превознесется он, насколько это в наших силах, что, в свою очередь, невозможно было бы без божественной науки, без метафизики. Но эта божественная наука может быть усвоена только после науки о природе, после физики. Поскольку наука о природе граничит с наукой о божестве и предшествует ей по времени обучения. Как ясно всякому, кто теоретически изучал этот вопрос. И потому он, превознесенный, начал свою книгу с учения о начале массы берешит, представляющего собой, как мы разъясняли, науку о природе. Еще раз он говорит о том, что изложение массы бережит в книге «Бытия» это не что иное, как наука о природе. Почему с этого начинается книга «Бытия»? Потому что для того, чтобы изучить метафизику, а именно метафизика ведет к познанию Бога, поэтому она называется божественной наукой, для того, чтобы к этой науке приступить, необходимо сначала изучить физику. Другое дело, что это не изучение физики, изложение в книге «Бытия», это не изучение. А что же это? А это тогда получается вот такое отрывочное, загадочное или аллегорическое изложение физики, которое по-другому для той аудитории, к которой это было обращено, изложить было невозможно. Но даже в таком виде это является определенной степенью подготовки. И по причине величественности этого предмета и превознесенности его из-за неспособности нашей постичь сей на величайший предмет, таким, каков он и есть, были возвещены те глубокие знания, возвещение которых было вызвано необходимостью, определяемой божественной мудростью, в форме аллегорий и загадок. В чрезвычайно темных речениях, как сказали мудрецы, явить смертному всю мощь начального творения невозможно, и потому Писание говорит тебе словами, скрывающими тайн. Вначале сотворил Бог. Ну, давайте вернемся к комментариям Миши. Вот он комментирует здесь этот момент, но начало книги «Бытие». Маймонид касается здесь вопроса, которым задавались многие комментаторы Торы. Почему Тора начинается с рассказа о сотворении мира, а не с изложения зарплаты? Этот вопрос известен, Раша его задает в своем первом комментарии, основываясь на Медраши. Я не уверен, что здесь, правда, Маймонид этот вопрос задает, потому что для Маймонида важен не закон как раз, а важно что? Божественная наука, то есть метафизика. Но, тем не менее, сама постановка этого неожиданного для классического мышления вопроса, с чего начинать как не сначала вроде, характерно для традиционного еврейского понимания Торы, как книги завета, книги заповедей, обязательных в силу завета, а не в силу тех или иных теологических предпосылок. Действительно, для не то что традиционного еврейского понимания, а для определенного еврейского понимания, возникшего как раз в эпоху Гаонов, когда, собственно говоря, еврейская традиция была редуцирована в определенном смысле к закону, к заветам, к заповедям, и, как бы, в том числе, филомагическая литература воспринималась как то, что является источником извлечения этих самых законов. Маймонит разделяет этот подход лишь отчасти. И для него Тора – конституция народа Израиля. То есть и для него Тора – конституция народа Израиля. Однако познание Бога играет двойную роль по отношению к этой конституции. В своей полноте – это высшая цель конституированного общества, а в своей элементарной форме – предпосылка закона, ибо заповедь немыслимо без заповедавшего. То есть то, что Миша здесь говорит, да, и что на самом деле является, в общем, неочевидным, может быть, даже спорным, что Маймонит разделяет вот эту точку зрения и точку зрения на том, что Тора прежде всего является конституцией, то есть законодательством. Если Тора – законодательство, то тогда, причем здесь вот эта самая божественная наука и так далее, да, то есть Бог пожелал нас привести к совершенству, улучшить состояние нашего сообщества посредством законов, относящихся к действиям. То есть да, действительно даны законы для того, чтобы нас усовершенствовать и улучшить, но дальше, что говорит Маймонит, это стало возможным только после того, как мы обрели некоторые верования, некоторые убеждения, но в первую очередь постигли его, да превознесется он, насколько это в наших силах. А это невозможно без божественной науки. Здесь есть определенного рода проблема тоже, да, то есть Бог решил привести нас в совершенство, понятно. Он дает нам законы. Для того, чтобы начать это самое движение к совершенству, понятно, почему необходимы законы, и понятно, что нужны определенного рода верования, в том числе, например, верования в то, что есть вот этот самый законодатель, да, и в этом смысле мы его постигаем каким-то образом, но постижение его в качестве законодателя, это не нечто первичное, правда, то есть для того, чтобы познать Бога как законодателя, а именно об этом говорит, например, Саадия, да, опять же, Саадия говорит о том, что Тора, напомню, состоит из трех вещей. Главное – это заповеди. Второе – это обещание награды и наказания, награды за исполнение и наказание за неисполнение, и примеры, экзамплы, да, которые, на которых показывается, как человек, значит, выполняя получает награду или не выполняя получает наказание. В этом смысле, с точки зрения Саадии, действительно все, да, кроме законодательства в каком-то смысле ничего нет. И, несмотря на это, Саадия все равно, как вы помните, говорила о том, что необходимо постижение, да, необходим путь познания для того, чтобы вот эти наши первоначальные верования или, да, убеждения стали на самом деле твердыми и ясными, что это было не то, что мы получили извне, а то, что мы доказали с помощью изучения универсу. Поэтому здесь возникает вопрос относительно того, что является начальным, да, так сказать, базисом для того, чтобы двигаться к совершенству и что является, собственно, достижением совершенства. Когда здесь Маймонин говорит о том, что в первую очередь постигли его, возникает вопрос, постигли его в каком качестве. То есть его постичь, как мы знаем, Маймонин сам говорил, невозможно. То есть человек не может постичь его суть. Это именитая интерпретация, да, того, что просил Моисей, да, покажи мне свои пути. И Бог говорит, что ты увидишь меня со спины, и Маймонин есть на это свой комментарий, что на самом деле человек не способен постичь сущность Бога. Он может постичь, чем Бог не является, он может постичь атрибуты действия так называемых, да, что можно приписать Богу как то, что он сделал, но познать его сущность невозможно. Хорошо, тогда есть ли вот этот путь, ведущий вот некого начального представления о Боге до того, который он называет совершенством интеллектуальным. Интеллектуальное совершенство – это когда я постигаю то, что человек в принципе способен постичь. Понятно, что я изначально скажу не из этого. Изначально я в каком смысле безмозглое существо, да, потенциальный интеллект, который должен развиваться. И поэтому, когда здесь говорится «в первую очередь постигли его», то возникает вопрос, что значит «в первую очередь». В первую очередь имеется в виду в конце пути к совершенству или в начале. В начале, если в начале, то это определенного типа постижения, да, определенный уровень постижения, который, скорее всего, не связан с божественной наукой. Потому что божественная наука, как мы видим, да, она является, ну, так сказать, самым высокой ступенью на пути познания. Я должен сначала подготовительной науки, да, ими овладеть, потом я должен овладеть физикой, наукой о природе, и лишь потом божественной наукой. Поэтому здесь действительно такой момент достаточно сложный в тексте Маймонида, что он имеет в виду, да. То есть если излагать как бы это в более понятном виде, то надо было бы сказать следующее. Для того, чтобы начать путь к совершенству, необходимы какие-то убеждения. Эти убеждения несовершенные, они являются ущербными во многом, но с них все начинается. Дальше человек двигается, 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 потом приходит к божественной науке и постигает, наконец, насколько это возможно, все, что касается божественных предметов, так скажем, да. А здесь вроде бы она по ней переставляет телегу и лошадь и говорит о том, что божественная наука не может быть усвоена иначе как после науки о природе, и поэтому писание начинается с изложения пусть аллегорического, пусть отрывочного, пусть несовершенного, с изложения науки о природе. А Миша обращает наше внимание на вот этот аспект законодателя, и пишет, что Майманит, по-видимому, разделяет вот эту самую точку зрения, точку зрения, собственно говоря, геонического иудаизма, где Тора представляет из себя книгу Завета или книгу Дакона в первую очередь. Но, правда, Миша замечает, что познание Бога играет двойную роль. То есть у нас, с одной стороны, необходим законодатель, а с другой стороны, необходимо постижение по Майманину, необходимо постижение его, насколько это возможно, а это уже не постижение его как законодателя. Согласно мнению большинства средневековых философов, перепатетиков, это необходимое для общества элементарное понятие о Боге, не нуждается ни в каком обосновании. То есть вот это представление о Боге как о законодателе не нуждается в обосновании. Оно внедряется в сознание МАС с риторическим убеждением и внушением. Недаром Миша подчеркивает здесь риторическим убеждением, или, может быть, диалектическим. Мы помним, что у нас есть софистика, риторика, диалектика и аподиктика. Ясно, что я не могу говорить на аподиктическом языке с массами, я не могу доказывать им что-то, я их могу убеждать в чем-то. И вот для убеждения того, чтобы массы приняли какое-то представление о Боге как о законодателе, для этого я пользуюсь риторикой, а вовсе не аподиктикой. И оно может быть сколь угодно примитивным и даже антропоморфным. Маймонид как раз будет возражать. По маймониду Тора никогда не преследует социальных целей в отрыве от высшей цели общества. Поэтому даже первоначальные представления о Боге должны стать ростком более совершенных понятий. Должны быть обоснованы данными науки о природе и метафизике. И освобождены от антропоморфизма. Мы это увидим ниже в 35 главе. Поэтому, хотя в основополагающих законах Тора, это в Мишне Тора, Маймонид пишет, что серьезным занятием метафизикой должно предшествовать основательное изучение закона, первые четыре главы этих самых основополагающих законов Торы, есть не что иное, как элементарный обзор метафизики, служащий введением к закону и основоположением для него. И это мы тоже с вами видели. Когда читали Мишну Тору, действительно, эти четыре первые главы – это изложение определенных разделов физики и метафизики. И это часть закона. То есть, другими словами, видите, вот в этом своем предисловии Миша, по сути дела, решает вот этот самый парадокс, который мы здесь увидели у самого Маймонида. Парадокс в чем состоял? Парадокс состоял в том, что, еще раз, да, значит, Бог решил нас привести к совершенству, улучшить состояние наших сообществ посредством законов, относящихся к действиям. Да, то есть, когда они были законны. И это стало возможным только после того, как мы обрели некоторое интеллектуальное убеждение. Предположим, первоначально и веруем, очень хорошо. И в первую очередь, вот это в первую очередь очень мешает, да, постигли его, да, превознесется он, насколько это в наших силах. Но это не в первую очередь, на самом деле во вторую очередь. То, в свою очередь, невозможно без божественной науки, без метафизики. Но метафизика – это, на самом деле, не начало. Метафизика – это конец процесса обучения, да. Но эта божественная наука может быть усвоена только после науки о природе. Да, понятно. Потому что она на вершине. Поэтому нужна еще и наука о природе. И поскольку наука о природе граничит с наукой о божестве и предшествует ей. Поэтому книга Тора начинается с изложения этой самой науки о природе. И Миша в своем комментарии нам показывает, что здесь Рамбом как бы говорит о диалектическом взаимодействии вот этого начала и конца. То есть, другими словами, я мог бы начать просто с законодательства, вообще-то говоря. Бог мог бы сказать, вот, пожалуйста, вам законодательство. Но нет. На самом деле, не с этого он начинает. Может быть, сначала законы, потом будете постигать, узнаете. Нет. На самом деле, не так. На самом деле, дается некоторое представление, пусть весьма-весьма отдаленное. Но некоторое представление о… Я сейчас немножко меняю то, что говорит Майманит. Я бы сказал, да. То есть, я даю некое общее представление о божественной науке. Очень примитивно. А потом даю закон. Рамбом говорит, что поскольку физика предшествует метафизике, то поэтому, собственно говоря, Тора начинается с физики. И тогда я понимаю следующее, что на самом деле, вот в этой, да, диалектической, как бы, в этих диалектических рамках я даю что? Я даю начало физики и метафизики, потом закон. Почему? Потому что, на самом деле, эти начало физики и метафизики, они в каком-то смысле неотделимы от самого закона. Да. Потому что, в принципе, весь этот закон исходит из того, что я узнаю когда-то, изучив физику и метафизику. Поэтому я предваряю физикой и метафизикой изложение закона, потом излагаю закон, потом, значит, направляю это все в сообщество индивидуумов, которые в нем, направляю по пути изучения наук, к которым они придут и изучат то, что я изложил в самом начале, изучат как следует. Это то, на что указал нам Миша Шнайдер в этом примечании. Но, как вы уже заметили, да, есть разница и разница между чем? Между, например, Мишной Торо Рамбом так и делает. Рамбом, когда пишет книгу о законе, он его предваряет эту книгу чем? Изложением физики и метафизики. А Писание, то есть Торо, по идее тоже должна была так начинаться, то есть изложение физики и метафизики. Он говорит, что для того, чтобы изложить какие-то элементы метафизики, необходимо было изложить физику. Теперь я спрашиваю, а где метафизика? То есть она тоже должна быть в начале? Если начинается все с физики, дальше, причем с физики какой? Не с физики, физики, а с физики, какую мы когда-нибудь изучим, а с некоторого представления об этом, тогда, собственно говоря, должно быть и нечто, что касается метафизики в таком же примитивном или схематичном, отрывочном, аллегорическом, в какой-то форме. Да, это вопрос, который возникает после того, как мы прочитали комментарий Миши и увидели, что он указывает на ту диалектику, которую Рамбом приписывает Писанию, которую, собственно говоря, и сам применяет. И это диалект заключается в том, что вот этот самый процесс познания, он как бы все время находится вот в таком движении от создания, формирования некоторых представлений, затем исполнения неких законов и действий. Потом эти представления корректируются, законы, возможно, остаются теми же самыми, но движение все время между определенного рода представлением и его экспликацией, они все время существуют. И так я, собственно говоря, двигаюсь. Если вы помните, мы говорили с вами о такой… я перед тем, как мы, собственно, перешли к текстам Маймони, я говорил об облегающей аллегории, что человек читает Тору и видит определенного рода слой. Этот слой проблематичный. То есть он задает вопросы, он переходит на более высокий уровень, но и этот уровень тоже является проблематичным и так далее. Но для того, чтобы это происходило, ему необходимо, собственно говоря, двигаться в процессе обучения. Этот процесс обучения, он начинается с некого толчка. Я ему говорю, вот у тебя некие представления о физике и метафизике. Давай теперь, ну, понимая что-то, давай что-то делать, туда-сюда, пятое-десятое, но не прекращай постижение. Это постижение в том числе будет состоять в том, что я скажу, подожди, что-то не так. Ага, и переходим к другому виду представления. Но тот вопрос, который у нас теперь возник, это где же тогда метафизика? Потому что она тоже должна была появиться в Писании, судя по тому, что сказал Маймонида, что толку предварять описание физикой, если на самом деле все равно нужно и метафизику. Физику я не полностью излагаю, я излагаю схематично, я должен точно так же схематично изложить метафизику, чтобы дать толчок, как это сделал Маймонида в своей стороне. Ну хорошо, увидим, есть ли ответ на этот вопрос. Ну хорошо, здесь дано тебе указание, что приведенные слова скрывают тайну. где-то на указание. Это указание даны, это медраж, шнеп ту вим, это поздний медраж, который использует Маймонида. «Ивить смертную всю мощь начального творения невозможно, и потому Писание говорит тебе словами, скрывающими тайну. Вначале сотворил Бог». То есть вначале сотворил Бог – это таинственные слова. «И здесь, в этом высказывании надрецов, тебе дано указание, что приведенные слова скрывают тайну, как сказано в известном тебе речении Соломона, далеко то, что было глубоко, глубоко, кто постигнет это. И речь обо всем этом ведется многозначными выражениями, дабы толпа восприняла их в смысле соответствующей мере ее понимания и слабости ее интеллектуальных представлений. А совершенный, обретший знание, воспринял бы ее в другом смысле». Это как раз то, что я сейчас описал, вот это движение, есть первоначальное знание, тебе дается какой-то толчок, дальше ты что-то узнаешь, понимаешь, что на самом деле там в этом изначальном изложении скрывалось что-то, теперь ты его открываешь, оказывается, что это тоже недостаточно и так далее. Или у тебя возникает вот такого рода как бы движение, движение, которое является не вполне как бы последовательным, а движением, которое принимает во внимание экспликацию закона, что ли, да, того, что ты делаешь и твоего познания. Но ответа по поводу того, где же метафизика, мы пока не видим. Уже в комментарии к Мишне мы обещали посвятить разъяснению удивительных предметов книгу пророчеств, а также книгу соответствий, где мы намеревались истолковать все затруднительные… дать истолкование всех затруднительных мест в Медрошах, внешний смысл которых находится в резком противоречии с истиной, и в разладе суммопостигаемым, и которые все являются аллегориями. Видите, Маймонид переходит от описания того, как Торо устроен, да, то есть она устроена в сложении физики почему-то, но без метафизики. Он на этот вопрос, который мы с вами задали, да, который повисает здесь в воздухе, не отвечает, а приведя некий Медраж, говорит о том, что, в принципе, мудрецы Талмуда тоже говорили аллегориями, и он собирался написать две книги. Одна книга пророчеств, то есть, по сути дела, истолкование пророческих аллегорий, а другая книга соответствия, о которой, на самом деле, мы действительно читали с вами, когда читали Перек Хелек, и вот Миша приводит как раз этот кусочек. Я намереваюсь написать труд, где соберу все агадот из Талмуда и других источников, истолкую, разъясню их в соответствии с истиной, приведу доказательства этим толкованием и так далее. Мы это читали, и здесь Манитов, поскольку «Тиводитель растерянных» написан позже, он как бы говорит о том, что был у меня такой проект, был, я хотел истолковать агадот, особенно те, что вызывают недоумение. Однако много лет тому назад мы принялись за эти книги, и некоторая часть их даже была написана. Но нас не удовлетворили те разъяснения, кое мы начали составлять, следуя такому пути. Ибо мы увидели, что если сохраним аллегоризм и сокрытие того, чему подобает быть сокрытым, то получится, что мы не изменили исходной ситуации, а словно бы заместили один предмет на другой, отнесящийся к тому же виду. То есть, что толку, если я тоже буду излагать это аллегориями? Они излагают аллегориями, а теперь я с помощью аллегорий буду объяснять их аллегорию. Ну и что? Что толку? Если же мы будем объяснять то, что следует объяснить, то это сочинение окажется неподходящим для широкой публики. Ведь мы как раз ей и желали разъяснить значение Медрашеи и внешний смысл пророчества. То есть, по сути дела, если я начну излагать то, что содержится, то это будет чем? Это будет изложением вот тех самых Таин Торы, которые мадрецы Талмуда облекли в аллегории. Если я пытаюсь снять аллегорию, то что я? Ну, максимум, чего я достигну, это будет лаконично, отрывочно и так далее, как у Аристотеля. И все равно им ничего не изложу. А если речь идет о том, чтобы от них сокрыть нечто, что помешает им быть правильными людьми, это и забота о получателе информации. Когда я заботюсь о получателе информации, я боюсь просто, что та информация, которую я ему даю, она ему навредит. То есть, усвоив эту информацию, он перестанет быть нормальным человеком, типа крыша поедет. Ну, или в контексте современной вековья перестанет верить в Бога и так далее. И поэтому его нужно беречь. И получается, что разъяснение всего этого, говорит Майманета, оно не имеет смысла. Кроме того, мы увидели, что когда невежда из раввинских масс, это обычное выражение противодителей – раввинские массы, для него уничижительное. То есть, есть слово «массы», «гамон» на иврите. То есть, массы – это массы невежды. Когда он говорит «раввинские массы», он не имеет в виду собрание всех раввинов. Имеет в виду, что раввины тоже являются, несмотря на то, что они раввины, они все равно относятся к простонародью. То есть, с точки зрения научного, так сказать, познания, они все равно невежды. И в этом смысле ничем не отличаются от масс. Именно вот так нужно принимать это слово «раввинские массы». Когда мы увидели, что когда невежда из раввинских масс изучает эти мидраши, он не находит в них ничего затруднительного, ибо невежда и глупец, лишенный знания о природе сущего, не отвергает невозможного. То есть, ему все кажется возможным. Верблюд, фокольное ушко – все хорошо. Если же мидраши будет изучать совершенный и достойный, то с неизбежностью произойдет одно из двух. Он либо воспримет онные, то есть агады, в их внешнем смысле и составит неблагоприятное мнение об их авторе, скажет, что мудрицы Талмуда просто какие-то глупцы, сказочники, в чем, впрочем, не будет подрыва основ веры, либо он предположит в них внутренний смысл. И в этом случае он избежит несправедливого осуждения и сможет придерживаться благоприятного мнения о говорящем, вне зависимости от того, ясен ему этот внутренний смысл лечения или не ясен. То есть, человек, который не готов принимать на веру, просто так наивно воспринимать то, что говорят мудрицы Талмуда, они говорят вещи, которые как-то волосы. Да вам стоят сказки. По сути, они рассказывают какие-то сказки. Я могу сказать, ну, эти сказочники ничего не понимают в том, как устроен мир. Понятно, что наук никаких не вкусили. Ну, и поэтому они тоже невежды. И поэтому их слова ничего не значат. Это один из вариантов. Этот вариант, он говорит, ну, особо, он, конечно, не очень хороший, но особого вреда в нем тоже нет, потому что нет подрыва основ веры. Ну, в конце концов, будет считать, что тот или иной мудрец или Талмуд частично является глупостью. Ну, а второй вариант, если он допустит, то здесь есть какой-то внутренний смысл. И в этом случае тогда он избежит несправедливого осуждения. Скажет, ну, я это скажу в скрытый смысл. Не знаю, я могу понять, не могу понять. Это уж другой вопрос. Но вот эти два варианта есть. Он говорит, ну, и тогда мне не нужно, собственно говоря, писать те книги, которые я задумал. Я же задумал эти книги, да, книгу пророчеств, книгу соответствий. Но они не помогли бы, да, то есть они не помогли бы толком. Если бы эти книги я написал и взял бы невежда, результат был бы точно такой же, как и его взаимоотношения с Талмудической литературой. А если бы взял совершенный, то человек совершенный или достойный, то примерно тот же тоже был бы эффект, что и в его отношении к Талмудической литературе. Ну, давайте прочитаем вот этот комментарий. Познание природы сущего предполагает использование онтологических категорий модальности, необходимого, возможного и невозможного. Необходимое, возможное и невозможное – это модальности. То есть я могу говорить о том, что, ну, какое-нибудь делать утверждение, и по поводу этого утверждения я ему могу приписывать определенные свойства этого утверждения, кроме всего прочего, что это утверждение необходимо. Не просто истинно, да, а необходимое истинно. Отличается необходимое истинное от просто истинного. То, что необходимо истинное, оно вообще никогда от этого своего, так сказать, истинного значения не отойдет. А есть то, что возможно. Ну, например, если я говорю, что завтра зайдет солнце, это необходимое истинное высказание или это возможно? Вопрос, да, который будут, например, разбирать логики. То есть если я убежден в том, что законы природы таковы, что они измениться не могут, ничего не может произойти, никакой метеорит не впадет на землю или никакой идиот не взорвет эту землю к чертовой матери, то тогда это необходимо истинное высказание. То есть если все будет двигаться так, как двигается, то завтра взойдет солнце, а это необходимо истинное высказание. А с другой стороны, поскольку я приму в расчет всякого рода варианты, то тогда это возможно истинное высказание. В этом будет как бы разница. То есть разница между необходимым и возможным. А вот, например, если я скажу, что сумма углов треугольника состоит из бедусов, то это необходимое истинное. Здесь нет никакой другой возможности. Завтра взойдет солнце и имеет возможность. Но точно так же есть нечто, что является невозможным. Это модальности. Так вот, познание природы сущего, говорит Миша, предполагает использование вот этих самых модальностей. Природа невозможного, отмечает Маймонит, незыблемого. То есть то, что невозможно, невозможно. То есть невозможно жить без головы. Те, кто признают чудеса, считают возможным нарушение физических законов в случае прямого вмешательства Бога в природных событиях. Однако, как и подмечает Маймонит, некоторые ситуации невозможны даже с учетом такого вмешательства. Ну, например, совмещение противоположностей в одном месте, в одно время. И другие нарушения логических или онтологических принципов. То есть в каком-то смысле нельзя сказать, что Бог может поменять ситуацию с суммой углов треугольника. Нет, сумма углов треугольника всегда будет 187 градусов. И, например, невозможно, чтобы она была 190. И никакой Бог это исполнить не может. Поэтому, да, Агада рассказывает о таких событиях и ситуациях. Она должна пониматься иносказательно. То есть если в Агаде мы видим утверждения, которые, на самом деле, с точки зрения законов природы, оказываются невозможными. Например, что верблюд прошел в угольное ушко. Верблюд не может пройти в угольное ушко. Знаете, что это? Это метафора, это аллегория. Но она вроде, когда верблюд проходит в угольное ушко, это понятно. Но действительно полно астрологической литературе каких-то вещей. Достаточно почитать путешествия раба Барбарханы, да, что он там видел, чего, куда. Все эти чудеса какие-то, которые, в общем, ну, ясно, что они невозможны. И с точки зрения науки модальность, которую мы приписали бы этим высказываниям, это была бы модальность невозможной. Человек, который понимает, да, вот эти модальности, необходимые, возможно, невозможные. Это означает, что он уже каким-то образом изучил логику. Он будет понимать, что это, скорее всего, это иносказание, радость. Ну, либо это просто какой-то бред какого-то неадекватного человека. Ну, собственно говоря, об этом Манит как раз и сказал. Ну, наверное, это 77-е мы поставим. Ну, хотя нет, давайте прочитаем. Не все прочитаем. Частично 77-е примечание, где Миша комментирует, что подрыва веры, подрыва основ веры не будет, если человек скажет, что, ну, мудрецы Палмуды что-то там насочиняют, что-то какая-то глупость в тех или иных местах. Почему? Почему не будет подрыва? Потому что в агодических Медрашах мудрецы выражают свое личное мнение, которое не рассматривается как непогрешимое. Мы можем вспомнить о споре, который ввел позднее, правда, уже после Маймонина, да, Рагимаш, это Нахман, Рамбан, в его споре с братом Пабло в знаменитом барселонском диспуте, где брат Пабло выкрест, да, пытался доказать, что мессия уже пришел, Иисус является, собственно говоря, этим мессией, и он приводил какие-то талмудические источники, которые с его точки зрения показывали, что мадрецы Талмуда тоже понимали, что мессия уже пришел. Каков был ответ Махманида, Рамбана на все это? Он сказал следующее, он говорит, что у нас есть так называемые сермонс, да, то есть сказки, мы их всерьез не воспринимаем, они не являются нормативными, в отличие от Аллахи, поэтому кто-то высказал такую точку зрения, все здесь примерно то же самое, да, то есть подрыва основ веры нет, почему, потому что я могу в том или ином месте талмуда сказать, ну хорошо, раба Барбархана, такой немножко, да, фрик, привиделся ему или что-то, в общем он рассказывает такие вещи. Ну и как Миша подчеркивает, вот этот взгляд был распространен среди Гаонов, преемников Танаев и Амараев, которые ограничивали авторитет Талмуда в вопросах, которые не относились к Аллахе. Вот Агаду, да. По выражению Френкеля мыслители последующих поколений, такие как Маймонид или его сын Авраам, принимая в принципе вот эту позицию у Гаонов, что не все является в Агаде адекватным как бы, стремились смягчить ее и выработать более бережное отношение к Агаде, потому что Гаоны ее как бы вообще выбросили, а вот философские мыслящие средневековые авторитеты, они более бережно проявляли отношение к Агаде. У кого-то работает микрофон, и мы слышим какие-то посторонние звуки. Вы можете меня перебивать, да, вы все время молчите, ничего не спрашиваете, в принципе можно в любой момент включить микрофон, меня перебить, спросить, потому что у нас чтение, семинар, это не лекция, поэтому вы вполне можете меня спрашивать, но если вы включаете микрофон и там какие-то звуки, то это мешает. И вот Миша приводит высказывание Абраама, сына Рамбама, который посвятил вопросу отношения к Агаде, целый трактат, небольшой такой трактат, да, которым открывается следующая декларация. Действительно есть у него классификация разных Агадов и так далее. Знаю, что если кто-либо пожелает утвердить некое мнение, отдать предпочтение высказывавшему его и принять это мнение на веру без исследования и уяснения того, истинно оно или нет, то это проявление дурного качества. Это запрещено с точки зрения Тора и неприемлемо с точки зрения разума. То есть принять некое мнение на веру без исследования это не комильфо. В соответствии с этим положением, несмотря на великое достоинство мудрецов Талмуда и совершенство их качества толкований закона и точном определении его, несмотря на справедливость их речений, разъясняющих их общие правила и частности, мы не обязаны выступать в их защиту и поддерживать мнения, содержащиеся в любых их высказываниях по вопросам медицины, естественных наук и астрономии. То есть это у нас тринадцатый век. Авраам, сын Маймонида, говорит о том, что иногда мы встречаем высказывания мудрецов Талмуда по поводу медицины или астрономии или естественных наук, чтобы это не значило в данном контексте. И эти высказывания неадекватны. И мы не должны их защищать всеми силами и говорить, что нет, нет, наши мудрецы точно были лучшими медиками или лучшими астрономами. Нет, они могли в этом ошибаться. Интересно то, что мы, естественно, можем сегодня, в отношении того же Маймонида сказать примерно то же самое. Все при всем величии, то есть это десятая. Но насчет медицины, естественных наук и астрономии, также физики и метафизики, все-таки у него была точка зрения, которая характерна для его времени и которая не является адекватной тому той картине мира, которую мы имеем сегодня. И мы не обязаны принимать это так, как мы обязаны принимать их мнение в том, что касается толкований закона, вся полнота мудрости которого в их руках. То есть как законодатели они супер, а все остальное, ну так. Потому что им был передан он для наставления людей в нем, как сказано, получение о том, которое они не скажут. Необходимо, дальше Миша пишет уже, необходимо также отметить, что авторитетность различных агадических источников была для Маймонида не одинаковой. Наиболее авторитетна, разумеется, толмадическая Агадан. Далее идет Медраж Раба, некоторые другие общепризнанные сборники. При обсуждении Агады и Спиркейда Раби и Лейзер Маймонида позволяет себе довольно резкие критические замечания, не подвергая сомнению атрибуцию, то есть не подвергая сомнению на то, что автор этого сборника это Раби и Лейзер, тем не менее Маймонида критикует высказывания в этом сборнике. Любопытен случай с псевдоэпографическим мистическим трактатом Шууркума. Шууркума это маленький сравнительный трактат, который описывает Бога в каких антропоморфных терминах и гигантские размеры там руки, головы и так далее. То есть какой-то такой огромный, огромный человечище. Вот Шуур, то есть размер, роста которого, собственно говоря, описывается в этом трактате Шууркума. Интересно то, что Саади Гаон точно также про этот Шууркума говорил о том, что это возможно вообще псевдоэпографика, что это неизвестно кому принадлежит, мы не обязаны иметь к этому никакого отношения. То есть само по себе вот то, что выше уже Миша сказал, что Гаоны, так сказать, скептически, скажем так, относились ко многим частям талмадической литературы, это действительно проблема такая была. Она была связана с тем, что Гаоны находились уже в рамках исламской культуры, которая постепенно все более и более рационалистической становилась, где представление о Боге, где есть теология, да, теология Калама, где представление о Боге, такие как, например, Бог сидит и рычит, например, они как бы совершенно невозможны, даже не от аморфизма, а зоаморфизма. И поэтому многие вот такого рода сочинения Гаоны старались от них откреститься, сказать, что Шууркума это типа не наше или вообще неизвестно что, не авторитетно и прочее, прочее. И вот Миша говорит о том, что у Маймонида тоже, собственно, не было единого отношения ко всей талмадической литературе, то есть были талмадическая года, то есть талмуд имеется в виду, галилонский талмуд, а не аксалимский, Рамбом считал авторитетным, сборник Медраж Раба, который на самом деле состоит из сборников, составленных в самое разное время, но тем не менее, да, он как бы считал авторитетным. Пиркейда Раби Лейзер, он позволял себя критиковать, а Шууркума, видимо, совсем, да, то есть в первой редакции комментарий к Мишне Маймонида упоминает его в качестве аутентичного текста и предлагает дать ему аллегорическое толкование. И впоследствии упоминание Шууркума было вычеркнуто им из рукописи, комментарии. А в одном из своих респонсов он заявляет, я никоим образом не допускаю, что это творение мудрецов сохранит Бог. И он объявляет Шууркума языческим сочинением, которое случайно попало, значит, в корпус еврейских текстов. То есть в этом смысле действует таким же образом, как Сааде, хотя пытался на определенном этапе, видимо, дать этому трактату аллегорическое комментарие. Можно спросить? Да, конечно. Вот такой вот у меня вопрос по поводу отношения к науке. Я вот недавно мне попался респонс Ражбы, там был такой спор у них по поводу того, что в Талмуде же написано, что некоторые животные являются трефа, если у них повреждаются органы. И был спор, что некоторые мясники говорили, что нет, несмотря на это повреждение, животные все равно выживают. Он сказал, что, видимо, они ошибаются, потому что в Талмуде написано по-другому. Но Ражбы, он же относился к другой школе. Вот у меня вопрос, а вот в рамках школ мировоззрения Раби Врама, Рамбама, они как относились, когда вот именно вопросы естественных наук вторгались в область аллахи? Они как бы считали, что можно изменить аллаху талмудическую или все-таки нет? Не знаю, не могу ответить точно. То есть я не помню каких-то примеров этого. Исходя из общих соображений, я бы сказал, что Маймонид, конечно, придерживался бы современных ему научных представлений. И если они противоречат представлениям мудрецов Талмуда, и на этой основе решается аллаха, то он бы отдал предпочтение научному и сказал бы, что мудрецы Талмуда здесь выражаются иносказательно, например. Что, конечно, не всегда возможно. Но как мы знаем, еще Сааде говорил об этом. Сааде знаменитый пример, который мы с вами читали как раз. В Торе написано, что человек должен получить 40 ударов. А вроде бы устная Тора нам говорит, смешно, Талмуда, что человек должен получить 39 ударов. На один меньше. И как выходит из этого положения Сааде? Сааде говорит, что Тора округленно сказала 40. На самом деле 39, конечно. Примерно то же самое могло бы происходить и с аллахой, которая связана с тем или иным научным представлением. Потому что мудрецы Талмуда тоже имели в виду именно это. Но сказали как-то так. Я это говорю просто исходя из общих соображений. То, что называется Хуршат Беттен. Так я думаю. Но конкретных примеров меня нет сейчас. Я не помню, чтобы Маймонит об этом говорил. Хотя, скорее всего, наверное, можно найти соответствующие примеры. Тем более, что Маймонит был врачом и так далее. То есть мы представим себе такую ситуацию. Опять же, не видел этого в трудах Маймонита. Я не читал его в медицинских трудах. У нас в Талмуде есть описание того, каким образом нужно лечить желтуху. Если я правильно помню, желтуху по-моему. Лечить его нужно так. Нужно взять головы. Посадить на пупок больного человека. И так, чтобы он как бы присосался к пупку. Видимо, своей попой. Не знаю. Непонятно, как он присосался. И дальше, значит, этот голубь пытается взлететь. Вот он взлетает. И человек выздоравливает. А голубь умирает. То есть голубь как бы через пупок вот эту всю болезнь в себя вбирает. Мог ли, например, Маймонит использовать, да, такого рода метод для лечения своих пациентов? Скорее всего, нет. Да. И сказать, что, ну, вот это для Цветалмуда нам так сказали, поэтому так и надо делать. Здесь, скорее всего, ответ очевиден, да, что Маймонит не стал бы таким образом лечить своих больных. Но то, что говорит его сын здесь, да, что мы в отношении типа закона, тут спорить с матрицами Толмуда невозможно. Ну, я не то, чтобы я ответил точно на этот вопрос, но я высказал свое предположение относительно того, как Маймонит и любой представитель рационалистического направления реагировал бы на это, да. А Рашба, естественно, как бы как антифилософским настроением, противоположное крыло, да, средневековой традиции. Он, естественно, говорит то, что говорит. Спасибо большое. Ну, хорошо, дальше. Что же касается смысла пророчеств? Описание различных ступеней его и истолкование аллегории, встречающихся в пророческих книгах. Все это будет изложено в самом трактате иным образом. То есть это он сейчас что делает? Он сейчас возвращается к своему проекту. Он уже сказал, что у него было два проекта. Один проект – книга пророчеств, где я собирался истолковать пророческие аллегории. Второй – книга соответствий, которая касалась агадической литературы. И я объяснил нам, почему он от этого проекта отказался, от какого проекта толкования агадот, мудрецов Талмуда. А теперь возвращается к проекту толкования пророчеств и говорит о том, что в этом трактате это будет изложено иным образом. Каким иным образом? Ну, Миша в данном случае нас просто отсылает к второй и третьей части противодителей. Посему мы прекратили составление тех двух книг в их исходном виде и ограничились упоминанием основ веры и общих принципов истинного знания, которых мы коснулись кратко прозрачными намеками в нашем большом аллегорическом сочинении Миша Тора. В данном же трактате, как уже упоминалось, я обращу свою речь к тому, кто занимается философией, занимался философией, изучал истинные науки и при этом верует в слова закона, но ощущает распределенность по поводу их значения. И ощущает растерянность по поводу их значения. В тех случаях, когда неясные выражения и аллегории вызывают таковую. Растерянность вызывает. И в настоящем трактате встречаются главы, где нет упоминания и никаких многозначных имен, такая глава является либо введением другой, либо указанием на один из смыслов многозначного имени, которое я в этом месте не желал явно упоминать. Либо же будет эта глава разъяснять какую-либо из аллегорий, либо указывать на то, что некоторый текст является аллегорией. И, возможно, глава эта будет касаться удивительных предметов, относительно которых возникает убеждение о противоположной истине, из-за многозначности имен или из-за того, что аллегорическое изображение было взято как аллегорически изображаемое, или аллегорическое изображаемое было взято как аллегорическое изображение. Значит, что он говорит? Он говорит, я обращаюсь к определенной аудитории, к аудитории тех, кто изучал Тору, и одновременно философию, и тех, кто пришел в растерянность. И вот для них есть и предназначен этот трактат, и в этом трактате он уже говорил о том, что этот трактат, в каком смысле, какова методика работы в этом трактате. Это объяснение многозначных слов и объяснение аллегорий, в том числе пророческих аллегорий. Он про мудрецов Талмуда уже сказал, их он как бы объяснять не будет. Он сказал, что их невозможно объяснить, их можно заменить, просто другой аллегории толку не будет никакого. А про пророческие аллегории можно, но и с пророческими аллегориями тоже есть проблема. Поэтому он говорит о том, что я буду пытаться разъяснять какие-то аллегории. Но возможно, что я просто буду говорить о том, что здесь есть аллегория, этого достаточно. Или буду говорить о том, что у нас как бы в русском языке нет соответствующих термонов для мошаль и немшаль. На иврите это очень хорошо. Мошаль – это то, что Миша переводит как аллегория. А немшаль – это, собственно говоря, то, что подразумевает аллегорию. Ну вот он решил здесь это перевести как аллегорически изображаемое и аллегорическое изображение. Аллегорически изображаемое – это как раз немшаль, то есть то, о чем идет речь. А аллегорическое изображение – это, собственно, сама аллегория, то есть верхний слой аллегории, явный план аллегории, то есть машаль. И действительно, иногда возникает путаница, где мошаль, а где не мшаль. То есть что означает эта аллегория? То есть я означаемое принимаю за означающее или наоборот. Это то, о чем он здесь говорит. Он говорит, что я буду указывать на вот такого рода возможную путаницу. Эта путаница может возникать из-за многозначности имен, а может возникать из-за путаницы между аллегорическим означающим и аллегорическим означаемым, что означает аллегория. И коль скоро зашла речь об аллегориях, выскажем следующее предварительное замечание. Зная, что ключом к пониманию всего сказанного пророками, да будет мимо дними, по знанию его истинной сути, служит понимание того, что представляет собой их аллегория, и каков их смысл, но также истолкование свойственных им способов выражения. Беизвестны его слова, да превоснишился он, и через пророков изъяснялся я уподоблениями. Известны слова его, загадай загадку и скажи притчу. И также известно тебе, как имея в виду то, что пророки часто используют притчи, сказал пророк, они говорят обо мне, не рассказывают ли они притчи. Не рассказывает ли притчи он. И известно тебе речения, о котором Соломон открывает свою книгу, чтобы понять притчу и замысловатую речь Соломон-дрецов и их загадки. Он приводит целый ряд цитат, которые, по сути дела, все говорят о чем? Говорят о том, что мы в самой пророческой литературе, в самом Танахе мы находим целый ряд отсылок к тому, что Писание говорит загадками, притчами, аллегориями. И указаний на это несколько. И поэтому, конечно, необходимо поднимать методику с помощью составления этих аллегорий или типологию этих аллегорий. И это, собственно говоря, то, чему посвящен данный трактат, помимо многозначности слов. Потому что, собственно говоря, вот эта многозначность, многозначность нарративов или многозначность отдельных слов и является причиной растерянности. То есть является причиной того, что возникает противоречие между намученным знанием и философией. Ну, я не буду сейчас, мы не будем смотреть соответствующие стихи. Видите, да, это из разных, из книги Фискеля, из Мишлея и так далее. Дальше он говорит, говорится в Медраши. На что были похожи слова Торы до того, как появился Соломон? На глубокий колодец со студеной водой никому не удавалось испить из него. Что же сделал один мудрец, то есть Соломон? Он связал веревку с веревкой, шнур со шнуром и зачерпнул и испил. Так Соломон соединил притчу к притче, слово к слову, до тех пор, пока не достиг слов Торы. Такова дословно их речь. Это Медраши из Широши. И не думаю, что хотя бы один человек с неповрежденными умственными способностями может вообразить, будто упомянутые здесь слова Торы, для понимания которых пришлось прибегнуть к приему, состоящему в выяснении смысла притч. Это законы об устройстве кущей, о лаве, или законы четырех видов хранителей, то есть о том, как хранят вещи знаменитые судьи, относительно того, кто принимает на хранение вещи у другого и при каких условиях. Но без всякого сомнения здесь подразумевается понимание глубоких материй. То есть не закон выявляет Соломон, связывая притчу-притчей и погружаясь в этот самый колодец со студеной водой, а что он извлекает, он извлекает эти самые глубокие материи, знания об этих глубоких материях. Также написано, говорят наши учителя, тот, у кого потерялась дома села, монетка или жемчужина, зажигает фитиль ценой ИСАР, более дешевая, другая монетка, и находит жемчужину. Так и притча сама по себе ничто, но благодаря притче становятся слова Торы яснее, зримыми. То есть притча здесь – это вот этот фитиль, а то, что потерялась жемчужина – это слова Тор. Жемчужина потерялась, я зажигаю фитиль и нахожу жемчужину. И что же это такое тогда? Зачем мне это? Собственно говоря, нужна была, чем мне нужен был этот самый фитиль. Только для того, чтобы найти жемчужину. То есть если притча – это фитиль, то я внешний смысл притчи должен выкинуть. Он мне не нужен был. Он мне нужен был только ради того, чтобы указать на то, что содержится, то, что эта притча означает. Это также дословная цитата, говорит он. И вдумайся в ясные слова мудрецов. Внутренний смысл слов Торы – это жемчужина, а внешняя сторона любой аллегории – сама по себе ничто. Они уподобили сокрытые аллегорически изображаемого смысла во внешнем плане аллегории – потери жемчужины в темном доме. Дом полон всевозможной утвари, так что хотя и жемчужина находится здесь, а много человек не видит ее и не ведает, где она. То есть этот сокрытый смысл не ясен. Она словно бы оказалась за пределами его владения. То есть он ее не видит. Ведь он никоим образом не может воспользоваться ее до тех пор, пока, как было упомянуто, он не зажжет светильник, что соответствует пониманию смысла аллегории. То есть это один из типов аллегории, когда внешний смысл аллегории на самом деле не имеет какого-то значения. Имеет значение только то, что эта аллегория под собой скрывает. То есть то, что означающее, отправляет меня к означаемому, который есть эта самая жемчужина. Но дальше он приводит совершенно другой пример, не говоря, правда, нам ничего об этом. «Сказал мудрец, золотые яблоки с серебряным украшением. Слово, сказанное разумом». Это тоже цитата из притч. «Выслушай разъяснение мысли, которую он здесь высказал, Соломон». Слово «маскиот», вот эти ажурные резные украшения, то есть такие, в которых есть места, усеянные мельчайшими отверстиями, как это делают ювелиры. То есть такая сеточка, которая надевается на тот или иной предмет. И такое название дано им из-за того, что они проницаемы для взора. Он говорит, армейский перевод дает здесь соответствующее толкование этому. Итак, здесь говорится, что «золотому яблоку в серебряной сетке с чрезвычайно мелкими ячейками подобно слово, сказанное в двух смыслах». «Возри, сколь дивно это изречение, описывает мудро устроенную аллегорию». Ведь, как здесь говорится, речению, наделенными двумя ликами, я имею в виду то, что в нем есть и внешне, и внутренне, подобает, чтобы наружный вид его тоже был прекрасен, как серебро, а внутренний смысл был прекрасен, прекраснее внешнего смысла, так, чтобы внутренний смысл в сравнении со внешним был бы как золото в сравнении с серебром. Это другого рода притча, в отличие от того фитиля, который я выбросил. Я нашел жемчужину и выбросил. А здесь это сеточка серебряная, и яблоко издалека, мне кажется, серебряным, шарик, я вижу его издалека серебряным. Когда я присматриваюсь, я вижу то, что на самом деле под ним скрывается золото. Тогда получается, что внешняя сторона тоже имеет какой-то смысл и тоже что-то дает. Подобает также, чтобы во внешней стороне аллегории имелось бы нечто, дающее внимательному наблюдателю указание на то, что сокрыто внутри. Подобно тому, как это золотое яблоко, покрытое серебряной сеткой с нельчайшим ячейкой, если смотреть на него издали или не слишком внимательно, его можем принять за серебряной. Если же обладатель зоркого взгляда смотрится в него пристально, ему станет ясно, что находится внутри, и он узнает, что оно золотое. Таковы созданные пророками аллегории. Их внешний смысл – мудрость, полезная во многих областях, в том числе для улучшения состояния человечества сообщества. Закон, помню, да, он говорит. Как это явно видно, например, внешнего смысла книги, притчи и тому подобного. А внутренний смысл – мудрость, приносящая пользу в деле обретения истинных убеждений в их истинности, то есть в деле познания. И дальше он переходит к еще одной типологии. То есть сейчас мы увидели типологию какую. Есть притча, где внешний смысл, на самом деле, нужен только для того, чтобы я нашел внутренний. И есть аллегория, где внешний смысл тоже имеет важное значение, важен и сам по себе тоже, но скрывает нечто глубокое, более глубокое. А теперь он нам расскажет о строении аллегории. То есть это два типа аллегории в отношении внешнего и внутреннего смысла. А теперь он расскажет о структуре аллегории, которые тоже бывают двух типов. Это мы уже сегодня не прочитаем. Прочитаем это в следующий раз. Если есть какие-то у вас вопросы, учения, высказывайтесь. Вот скажите, под физику в Торе что имеется в виду? Что слова и буквы имеют цифровые значения, и это больше как математика или не совсем так? Не то, что не совсем так, а совсем не так. То, что сказал Магнадо Иванец здесь, он говорит о том, что изложение, сотворение мира, эти первые главы книги Берешит, на самом деле является изложением физики. Каким изложением физики? Аллегорически, схематически. Почему физики? Потому что речь идет о мироустройстве. Что такое физика? Физика это мироустройство, как мир устроен. Нам рассказывают, как мир устроен, но в плечообразной форме. Сказал Бог, хорошо, пожалуйста, есть растения, есть животные, есть человек, созданный и так далее. Вот все это описание, с его точки зрения, это ничто и мое, как изложение определенного, на определенном уровне изложения физики. Ага, тогда мы узнаем, что такое метафизика попозже? Вот это был мой вопрос, он не ответил на этот вопрос. По идее, Дора должна была бы начинаться по логике Маймонина с изложением физики, потом метафизики, а потом уже переходить к закону. Но про метафизику он ничего не сказал. А может быть, мы его сами должны как-то выявить на базе того, когда научимся? Ну, метафизику. Ну, в смысле, когда научимся разгадывать вот эти аллегории и сами дойдем до этой метафизики? Ну, мы могли бы также до физики вам сказать, что там физика, здесь метафизика. Дальше догадываетесь, как? Так, но это осталось загадкой. Ну, скажите, физика, например, Аристотеля, она пользуется, конечно, понятием Всевышнего и так далее, то, что уходит в метафизику, но там причины и следствия природные все, связанные с объяснением того, как образовался мир. А здесь все сотворит Всевышний, то есть это как бы скорее метафизика, поскольку понятием истории, я так понимаю, не пользуется. История тут, собственно говоря, тоже это не физика. Речь идет о последовательности сотворения. То, что создаются материальные какие-то, действительно, да, природа создается. Ну, человек тоже в каком-то смысле природа, но сотворение. Он же говорит, что мы, если читаем вот этот самый внешний смысл, у нас создается определенное впечатление. Мы не правы, нужно на самом деле толковать это аллегорично. Толковать это как иносказание. Если мы будем толковать это как иносказание, то мы получим, судя по всему, это он имеет в виду, то мы получим как раз изложение Аристотельской физики. То есть мы в иносказании, в толковании, мы должны отойти от того, что это Всевышний, Всевышний, не только как бы какое-то перводвигательство. Скорее всего, да. Скорее всего, мы должны отойти. Оттолковать мы должны это все по Аристотелю, в конце концов. Ну, не то, что мы должны. Или как-то там, не важно. Но так должно получиться в итоге, да. Но вот истории как таковой, истории, не боится понятие какое-то значение последовательности. Нет, Маймонит не предает. Мы его отношению к истории, может быть, поговорим. Но он, естественно, не воспринимает описание как историческое произведение. Ну, хорошо, понятно. Спасибо. Ну что, завершаем? Окей, мы заканчиваем. Заканчиваем. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо, Оля. Да, счастливо. Всем спасибо за участие. Всем пока. Спасибо. Всем пока. С годовщиной свадьбы вас. Продолжение следует...